итак всем привет мы начинаем артём капустин пётр андреев и иван бабиков комментируют никиту петрова чижикова и слава пока может иван бабиков рассказать чижик но чижиков владислав это тренер из москвы в школе карпов детский тренер сильный плюс практикуют сам игру в быстрый в лиц рейтинг у него от 2300 на планете хорошо играет и теперь вот известен участником шахматного феникса тем что когда был финальный турнир кубка феникса только на него некоторые ставили что ну один из десяти или один из из пяти до достаточно ноги ставили что может навязать борьбу никите но в итоге он занял четвертое место вот там партия уже появилась нет да партия но тогда я думаю что можно уже комментировать вот тут уже слон б2 допустим слон б2 видимо хочет как-то вскрыть слова же 7 нейтрализовать чтобы владея не села на 1 чистаков пешек кстати вся ли вся диагональ почти один наш восемь заставленный фигурами до крошусь до 100 стратеги черного чтобы полуза ждем хорошо но все вообще лапа вообще мне кажется лазер д-1 нужно ходить и как-то либо д-5 двигать либо все там менять непонятно почему так долго думать можно там пешку здесь да можно может поэтому думать просто взять и пешки так у меня пропала связь ну давай продолжим комментировать это видимо петлю и вот просто я не слышу петлю 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 отвалился сейчас что то опять отвалился но все то продолжаем комментировать тут интересные события произошли все разменялось ладью владислав выиграл похоже качество может съесть просто находим да вот там мы должны кстати смотреть со стороны никита никита ну это вы должны со стороны это не специально но я это как раз со стороны владислава поскольку я представляю участников ну да вот пешка два слона за за качество есть какая-то компенсация вот нужно словно было закрыть думать что у черного здесь все-таки преимущество да они видимо никита не сильно хорошо подготовился к владиславу хотя он говорил то что просматривал партии но привет перевеса особого не получил владислав тоже обещался скачать партии все с планеты подготовиться вот двойной удар и теперь висит пешка на е3 слон видимо слон c1 нужно ходить ходить непонятно почему думать что-то видимо боится на c30 щенок конем слон c1 ход есть так может ферзь цель считает а разумеет ферзи такое ощущение что пешки белых а ци и е3 в скором времени посыпется и это одна из главных проблем сейчас убил да еще проблема то что конь на c4 при случае идет если ферзь f2 например то вот такое интересное решение а пешку на е3 просто съесть но там не будет висеть пешки у черных на c5 и на bcb7 в конце варианта ну да то есть видимо в этом ну вот только ходы я не угадываю тоже ходы не никита потому что вот нужно петра добавить к нам из комментатора вернуть обратно да сейчас попытаемся король шаги уже задумались черным ведь я вернулся да да я вернулся так ну видишь тут очень интересно развиваются события у нас тут лишние качества уже у черных белые слоны немножко активизируется сейчас конь д6 где это будет но конь д6 нельзя потому что там могут качеству отдать качество не так понятно в случае черный могут отдать качество обратно черный перевес да да я считаю что да им осталось ладью на 8 только подключить к игре потому что она не играет совершенно но позиция остро до собирают урожай пока те и другие так хотя бы 8 или нет да тяжело так понять что происходит ну вообще явно черным проще играть то есть лишнее качество и да еще я бед за пешку да как бы он ладьяна 2 заходит очень много груз коль коль д2 грозит уже ладьяна с перекрытия такой конь с4 да как ходить непонятно чего-то подержать тоже нельзя ходить потому что а6 как он до 6 ну да конь д6 слон д5 как то самим попытаться съесть съесть можно на коняном д6 этого и ладьяна 2 как как я тебе предлагал да это вообще правда там пешка д7 какой-то какие-то появляются видимо конь д6 ходить нужно а очень интересное решение решил уничтожить сразу проходную чтобы она потом шла и конь с6 грозит при случае но как-то очень ответственное мне кажется но в принципе все ничем не нагружают да сейчас эта пешка она как бы особой роли не играла сейчас нужно позаботиться о своем короле мне кажется в первую очередь в том что сейчас это дело день спокойно но для вас забывала что-то это что-то будет висеть и ничем мочи отчетки что делать да а может быть может просто заплатить и агонку б4 может быть это он б4 идти и для вас отходить нельзя там воде аж 2 но и корр же 1 как-то не верю что такое должно держаться то что конь где ты чак Ну, вроде не идет никуда. Ну, на d2, не знаю. Ну, конь b4 мне как-то больше нравится. Мне кажется, это единственное вообще. Ферзя прогнать, и там где-то будет на c4 висит еще. Угу. Конь b4, ферзь b3. Все равно висит. А там и слон d5 потом можно попробовать. Так, ну, в любой момент качели могут качнуться в любую сторону. Но пока по-моему в сторону черные-черные. А все-таки он ладья один. Новое решение. Кстати, можно и ферзя даже отдать. Я вот начинаю думать. Ладья же 2, ладья 2, ладья аж 2 шафа, ладья бета 2. Такое, такое, так и решил. А по-другому никак, иначе... Либо ладья, либо ферзь проходили на восьмом горизонтале. Шаф. Так, ну там на c4. По-моему, сейчас не туда сыграли. Не, ну все, на c4 забрали. Если мата нету линейного. Может он есть, просто ладья, нет, обсловно на g1 защищается. Да, ну ладья g2 шах, ладья а на g2 шах. А потом отойти ее. Ладья b2, да. И там будет грозить... Хотя там будет блять только на b1, потому что он на g1 защищает. То есть там достаточно будет ферзь d3, например. Черные тоже могут матрить это получать. А, они могут пойти черные ладья а на g2 и ладья c2 потом. Как полю на c1 защищать, я не вижу. То есть как ты его там одновременно не защитишь слоном. Если защитить слон е3, то ладья h1, слон g1, ладья c1. Какая мяч, слона там отыгрывают. Ну мат, мат они могут получить сами. Если сейчас пойти где-то конь е7, как королю нужно будет на h8 отходить. И уже потом тогда будут грозить мат. Пытается использовать идею с выигрышем слона, но мне кажется, белые могут на него наплевать просто. Он даже лучше, он лучше идею провел. На 1-то защищать нечем, то есть... А король же 1 приходится ходить. На 1-то нету, входит слон до 4 там. Да. То есть, а как, ничью, что ли, приходится форсировать? Да, вряд ли. Ну какая ничья, она не верится в конь е7. Ну конь е7 есть, да. Ну вообще, дальше. То есть, это набивание времени идет. Так, на 53 секунды можно подумать, да какая ничья, господи. Да господи, да не верится в конь е7. Я по поводу не уходов. Ничья интересная шепотка, конечно. Спасибо за внимание. Движок показывает ничего. Спасибо. Все, следующее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...